В начале апреля администрация Владивостока намерена начать строительство детского сада в районе улицы Крыгина, 84. Земельный участок является муниципальной собственностью. Владельцев имущества, находящегося на территории, предупреждали, самовольно установленные объекты необходимо убрать в кратчайшие сроки. Демонтаж планировали начать уже 11 марта. На земельном участке в районе улицы Крыгина скоро начнется строительство детского сада. Сейчас здесь расположено более 300 самовольно установленных объектов. Это контейнеры, будки охраны и заборы. Убирать их самостоятельно собственники не торопятся и всячески препятствуют их сносу. К слову, съемочная группа на территорию не попала. При виде камер у ворот сразу же появились неизвестные мужчины. Ранее, как сообщает сайт vl.ru, подъезды к контейнерам были заблокированы двумя длинномерами, микрогрузовиком и внедорожником. А потому городская техника попросту не смогла получить доступ к самоорганизованному складу. Сотрудники мэрии пытались уговорить владельцев убрать с дороги авто и позволить им проехать. Однако слова не оказали должного эффекта, как и не помогли подоспевшие на место сотрудники полиции. Представители мэрии решили не терять время зря и начали вывозить незаконно установленные гаражи, расположенные снаружи огороженной территории склада. 11 марта бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировала 4 незаконно установленных гаража. Объекты были вывезены на площадку временного хранения. В ноябре прошлого года администрации города клеились объявления о необходимости демонтажа самовольных объектов. И мы всем предоставляли необходимое время. И только сейчас мы приступаем к демонтажу. В настоящий момент мы демонтировали 4 металлических гаража. Также появилось много собственников, которые пожелали самостоятельно демонтировать свои объекты. Вот в связи с чем мы, конечно, предоставляем им такую возможность, потому что это уменьшает затраты администрации города. Склад контейнеров еще в прошлом году был признан самовольным и подлежащим демонтажу. В августе 2018-го экс-мэр Виталий Веркиенко высказывался о контейнерах, назвав ситуацию с территории самозахватом. Тогда градоначальник потребовал освободить землю, а собственников взять компенсацию за фактическую аренду земель у муниципалитета. Отметим проект строительства детского сада на 120 мест уже находится на государственной экспертизе. Как только будет получено положительное заключение, начнется аукцион на определение подрядчика, и тогда же начнется само строительство. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.